здравствуйте уважаемые друзья у нас сегодня поездки дня вопрос о детях призывного возраста что делать если ты находишься в процессе миграции у тебя ребенок который подлежит призыву и вот собственно как в этой ситуации быть что делать значит на мой взгляд на самом деле все очень просто когда вы подаете документы на миграцию вы указываете всех членов семьи и соответственно вот независимо от того допустим условно говоря сегодня там 15 число да и сегодня вам не знаю там 20 лет на следующий день вам исполняется 21 год до 16 числа но если вы прислали оттачи отправили документы на момент отправки документов вам было 22 лет то соответственно кого-то поймали то соответственно вас будет рассматривать на момент отправки документа подать подачу документов то есть получается так что если у вас ребенок призывного возраста если так получилось что вот пришло такое время да что ребенку там могут отправить в армию забрать в армию то когда вы подаете документы на иммиграцию важно чтобы вы подали документы до достижения ребенком 18 летнего возраста до 18 летнего возраста он считается зависимым членом семьи соответственно вы за него отвечаете и он отправляется вместе с вами как как зависимый член семьи словно говоря он отправляется и проходит по делу по миграционному вашему досье как ребенок 17 с чем-то лет от рода поэтому очень важно не тянуть если вы для себя точно и четко приняли решение что вы эмигрируете очень важно не тянуть и отправлять документы до достижения это достижение ребенка 18 летнего возраста однако тут же хочу оговориться поправиться я не знаю успокоить что если ваш ребенок является студентом и является студентом университета колледжа не важно то есть он не взрослый еще то есть он взрослый но он еще не на самообеспечение то есть он не сам зарабатывает себе на жизнь а сидит у вас так сказать на шее и вы его обязаны содержать то при таком раскладе тоже также можно управлять документы там единственное что вы должны будет прикладывать в качестве подтверждения того что это зависимый член семьи там справку из колледжа и университета что ребенок является студентом и поэтому он находится на вашем обеспечении на содержание и такой момент тоже прокатывает его все должно быть хорошо включил поворотник что не поворачиваешь поэтому если у вас там и обращаясь к автору вопроса ребенку уже наступило 18 лет а вы еще не подали документы то я вам рекомендую там прямиком бежать ближайшее учебное заведение поступать отправлять документы на иммиграцию прикладывая подтверждение того что ваш ребенок является зависимым от вас потому что он студент и опять же на этом основании у вас ваше чадо поедет в иммиграцию вместе с вами и как зависимый член семьи как член семьи и вам не надо будет делать никаких дополнительных телодвижений для того чтобы притащить притянуть своего ребенка оба сюда в канаду потому что важный момент что когда ребенок достигает 18 летнего возраста то он уже рассматривается как взрослый и если он хочет иммигрировать и тогда он обязан пройти весь процесс иммиграции самостоятельно то есть как уже взрослый человек у него там даже соответственно быть определенные скилсы по профессиям по опыту работы по образованию там и так далее понятное дело что если ребенку стало 18-19-20 лет то на там 99 процентов он не набирает необходимых критериев не хотим необходимых баллов для того чтобы независимо иммигрировать только лишь член как как член семьи то когда у него есть какие-то шансы что это произойдет так что вот не тяните все прекрасно взвестии смотрите там и так далее и быстро быстро бегите подавать документы за всем откланиваюсь всем хорошего дня и пока пока